Привет, друзья! Вы на канале, где я строю мини-домик своими силами. Уже была выполнена коробка, смонтирована крыша, установлены окна и двери, сделал обшивку дома USB-листом, но это пока временно, а внутри уложил пароизоляцию. В прошлом видео было показано заливка стяжки в санузле, а сегодня продолжим работы в этом же помещении. Ко мне приезжал друг, и чтобы не отвлекаться на видео, то я съемку не вел. Основной опор был сделан на строительство бытовки, а на санузел остался только один день. Но и за этот день уже успели на одной стороне выполнить обрешетку под гипсокартон и частично проклеить стыки пароизоляции. Сейчас первым делом начну проклеивать оставшиеся стыки. Работа не пыльная, но времени потратить надо. Доску под обрешетку распускаю из сотой доски. Другой, увы, нет. На это тратится время. После чего приступил к набитию обрешетки. С помощью лазерного уровня я выставил угол в 90 градусов. Но так как вплотную сделать не смог, то расстояние до луча мерил с помощью угольника. Каркас стены выполнен из досок, который между собой отличается в размерах, и поэтому расстояние везде прыгают. И чтобы это компенсировать, использую кусочки нарезного рубероида. И все обязательно в конце проверяем уровнем. Бывает и такое, что надо подкладывать кусочки ОСБ. В конце все обязательно проверяем и уголком. Вот такой результат вы можете видеть, что по итогу получилось. Так как дом деревянный, буду использовать металлическую гофру. Взял двух размеров, диаметром 15 и 18 мм. 15 буду использовать для отдельных линий. А 18 буду использовать для прокладки сразу двух кабелей сечением 2,5 и 1,5 мм, где это возможно. Для того, чтобы отмерить быстрее гофру и длину кабеля, замерю длину своих рук. Она получилась 1,6 метра. Вот сейчас таки буду отмерять. Гофру отрезаю с помощью ножниц по металлу, надломив гофру. А затем раскручиваем бухту кабеля. Кабели в гофру протягивал с помощью нейлоновой протяжки. Но так как длина кабеля небольшая, решил сразу протягивать без протяжки. И вышло все быстро и легко. Кабели провожу между обрешетками под гипрок и прикручиваю с помощью специальных фиксаторов. Вроде бы санузел небольшой, но проложить кабели все же пришлось не так мало. Ну что, дорогие подписчики. С электрикой я разобрался. Тут у меня розетка-выключатель. Тут подсветка зеркала. Обычный просто свет будет. И тут две розетки. Одна на стиралку, другая на греющий кабель. Все это мы увели вот туда. И вчера еще вот приехал гипрок. Сейчас я вот первый слой гипрока накидаю. Вот. Видите, ну это еще не все. Там еще в будке осталось. Вот я себе сделал такую вот будочку. В которую уже материал хоть чуть-чуть какой-то можно вставить. Прежде чем приступить к монтажу листов ГКЛ, смонтирую потолочные профили по периму труса-нузла. Так как потом это будет сделать нереально. А дальше приступил к прикручиванию листов гипсокартона. Так как у меня он идет по обрешетке, то я буду прикручивать два листа с разбежкой друг относительно друга. Использовал влагостойкие листы КНАУФ размером 600х1500 мм. Так как с ними легче работать в небольших помещениях. Хоть он и дороже. Подрезку небольших полос выполняю с двух сторон. Подрезаю наружную и внутреннюю сторону. Тогда четко происходит излом. Лист не ставлю на пол, а оставляю зазор. Чтобы все это могло играть. Работа не особо пыльная, но времени отнимает достаточно. Продолжение следует... Там где у меня будет моя инсталляция, но она здесь будет, здесь инсталляция и вот это вот зашиваться. Сейчас я тут одинарные оставлю, а вот эту вот часть я тоже еще в двойку затяну. Продолжение следует... После монтажа гипсокартона начал намечать выходы под вентиляцию и фоновый стояк. Дружище приехал из Бреста. Одноклассник Сережа. Уже второй раз здесь. Первый раз я его не снимал. Ну вот так вот. Защитил он в Питер. Бородатый. Здоровьте, здоровьте. Ну что ты так? Нормально, а ты что такой батюшкой стал? Блядь, я вот решил, блядь. Не греться. Не матерись. В намеченных местах прорезаем пароизоляцию солнышком, чтобы легче было ее прицепить к трубе. Просверлим отверстие снизу, чтобы можно было вставить пилку от кобзика. И пару мелких отверстий, чтобы понять контуры отверстия. Так как пилить буду сверху, так удобнее. Вот такие вот будни. Затем мы приступили к монтажу каркаса потолка. Делать буду тоже из гипрока. Делать буду тоже из гипрока. Также установили трубы вентиляции и стояка и обклеили их скотчем. И прикрепили трубы без резинок, чтобы понять, как пойдет фоновый стояк. Так как в углу инсталляции хочу сделать полочку для средств личной гигиены. А когда все прикинуто и размещено, можно начинать делать саму инсталляцию. Совсем забыл, еще надо уложить гидроизоляционную ленту. Поэтому пока еще все не прикручено, сделаем гир. Для этого первым делом нанесем на место, где будут клеить ленту, грунтовку. И дадим просохнуть ей 2 часа. А дальше наклеиваем ленту. Предварительно намечаю необходимый кусок ленты. Затем намазываю гидроизоляцию на ленту и поверхность стены и пола. Наклеив на поверхность ленту, прохожусь по серпянке ленты первый раз. Когда все просохнет, наношу еще один слой. Время высыхания смотреть у каждого производителя на отдельно. Саму ленту гидроизоляции не покрываю. И так весь периметр стены узла, кроме места, где будет душевой подон. А дальше приступаю опять к инсталляции. Это можно будет увидеть в следующем видео. А на этом пока все. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал. И обязательно не забывайте ставить лайки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok